Здравствуйте, дорогие братья и сестры! Сегодня у нас в студии другой гость, протерей Максим Обухов. Многие из вас знают его и знают его обширную деятельность, но все-таки я хочу о нем немножко рассказать. Он по своей светской профессии провизор и всегда интересовался вопросами такого фармакологического свойства. И когда возникла такая уже серьезная потребность лет 25 тому назад, также и в нашей стране начать движение против такого явления, как аборты, то мой выбор пал на отца Максима. Я, правда, не мог предполагать, что эта деятельность будет столь успешна и выйдет даже на общецерковный уровень, что уже давно достигнуто и чему мы очень рады. И это превратилось в целое движение. Дело, которое началось всего лишь с одной проповеди. Я даже тексты очень хорошо помню, потому что мы ее даже издавали как листовку. А так за это время напечатаны миллионы листовок, сотни статей, десятки передач по радио, телевидению. И главная задача того центра жизни, руководителем которого стал отец Максим, это была просветительская деятельность. И вот сейчас, когда наступает новый этап самоуничтожения человечества, это оказалось еще более и более востребованно и актуально. что самое важное, и это вполне церковный подход, это изменение сознания человека. И тогда наша проповедь и просвещение оказываются эффективным. Ну вот, дорогой отец Максим, я рад, что ты нашел время. Здравствуйте. Да, несмотря на занятость в своих обширных делах и огромной семьи, которую тебе приходится, так сказать, окормлять не только как пастырь, но и как отцу. И вот хотелось бы с тобой обсудить, как теперь модно говорить, новые вызовы, потому что, ну вот мы с тобой уже часто встречаемся, и, ну вот так вот посидеть, поговорить за чаем практически времени нет. Все как-то в телеграфном таком стиле. Поэтому для нас вроде какой-то даже выход. Потому что та главная угроза, которую, ну, собственно, ты осознал, как медик и по профессии, и по своей нынешней деятельности тоже, это проблема химических абортов. Потому что те методы и те приемы борьбы, которые, ну, молодежь в основном использует в современной противоабортной деятельности, пролайфистской, если употреблять западный термин, то она перестает быть совершенно эффективной. Вот это очень важно, мне кажется, да, донести до сведения тех людей, которые, ну, являются нашими активными соратниками. Да, конечно, сейчас наблюдается такая общая тенденция сокращения, как говорят, сокращения числа абортов. И это можно везде увидеть, услышать об этом. Говорит министр, об этом говорят разные люди. Но мы, к сожалению, забываем, что такое аборт. Это любое уничтожение жизни от момента зачатия. Потому что очевидно, что жизнь начинается с момента зачатия. И, к великому сожалению, технический прогресс сейчас развивается в сторону самоубийства человечества. Да, и технология производства абортов, она совершенствуется. То есть, если, скажем, во времена святых отцов использовали какие-то растения, их находили какие-то корни в лесу, выкапывали, и вызывали искусственный выкидыш. А также формой контроля над рождаемостью был инфантицид. Тоже аборт было сделать не так просто, поэтому убивали детей. И это в качестве жертвоприношения. Это тоже была форма контроля над рождаемостью. Потом появились аборты хирургические, в стерильных условиях, с помощью хирургического инструмента. А сейчас, в конце 20-го века, в 21-м веке, вытесняются аборты хирургические, химические. Поэтому можно услышать два противоположных мнения. Количество абортов сокращается, и количество абортов растет. Вот оно действительно. Хирургические сокращаются, а химические, причем разных видов, они растут. Ну да, для того, чтобы получить какие-то преференции от правительства, всегда можно заявить, что было столько-то абортов, а теперь настолько-то. А химические вообще не учитываются. Ну, их же еще существует несколько разновидностей. Понимаете как? То есть, есть чистый аборт, мифепрестон. Раньше его поставляли за рубежа, а теперь у нас наша фармацевтическая промышленность осваивает производство своего мифепрестона, и мы еще будем соседям продавать. Вот. Ну, это чистый аборт. Такой аборт, именно вот. Аналог хирургического. Вот. Он очень опасен для здоровья, и он еще опасен тем, что эти таблетки свободно распространяются. Их можно купить через интернет. Но есть еще более опасная тенденция. Это снижение срока производства абортов почти вплотную к моменту зачатия. Это два вида. Два вида. Убийство нерожденных детей. Это так называемая посткавитальная контрацепция, или пилюля следующего утра. А также все виды гормональной контрацепции. Все виды гормональной контрацепции, без исключения, имеют в себе абортивный механизм действия. Но, к сожалению, наша медицина на официальном уровне это не признает, этот механизм. Они не признают, или же скрывают это? Вы знаете, используется такой софистический прием для того, чтобы запутать. Я не знаю, это делается специально, или для того, фармацевтическими компаниями, чтобы увеличить продажи, или чтобы заставить людей делать больше абортов. А прием этот заключается в следующем. Это, собственно говоря, обман. Это такое, я не знаю, как это можно назвать, фармацевтическое жульничество, или идеология по контролю над рождаемостью. А обман состоит в следующем. Мы все согласны, что жизнь начинается с момента зачатия. Это 70% людей признают этот факт. У нас в стране по вопросам общественного мнения. Но есть еще момент имплантации брилла. И вот по существующей классификации наша медицина считает, что беременность начинается с момента имплантации. А от момента зачатия до имплантации происходит некий, то есть наблюдает некий период неизвестности. Но это не биологический факт, а это, я бы сказал, вопрос классификации, и как назвать тот или иной период жизни эмбриона. То есть периодизация. Ну да, тогда все понятно. Но, и тогда нам говорят, что беременность-то не началась, поэтому это не абортивное средство. Нет беременности, нет аборта. Ну это такая словесная манипуляция. На самом деле, при использовании этих средств наблюдается, безусловно, наблюдается гибель нерожденного ребенка. Не во всех, конечно, случаях. Это смешанный механизм. Да, он снижает вероятность зачатия, но и абортивный механизм тоже есть. И, конечно, сами по себе эти химические аборты вызывают, так сказать, несколько очень сложных биотических проблем, на которые церковь, мне кажется, должна дать ответ. И, ну так же, конечно, и медицинское сообщество должно как-то на них ответить, и должно быть какое-то адекватное решение. Ну, ты думаешь, что по этой проблеме стоит вообще созвать Церковно-общественный совет по биомедицинской этике? Ну, представьте себе, появляется новая ложь. Совершенно явная ложь. Как бы говорят или имеют в виду, что жизнь начинается с 14 дня, тогда все остальное – это не аборт. И тогда церковные люди, которые ходят в церковь, причащаются, они принимают эти средства и делают аборт. И одновременно они считают, что они верующие, и что это все нормально, это все хорошо. Кроме того, необходимо говорить о побочном действии. Но с другой стороны, ведь помимо того, что церковь, аборт приравнен к убийству, церковь приравнен к убийству и намерение убить. Ведь всякое препятствие зачатию церковь, ну, древних еще документов, приравнят к убийству. Само намерение. Поэтому в этом смысле все остается по-прежнему. Ну, просто, конечно, современный народ не шибко грамотен даже в церковных правилах. Вы знаете, сейчас произошли очень серьезные изменения. Вот, например, законодательство, а ведь его же очень часто воспринимают как, не только как законодательное, но и как нравственную норму. Что говорит закон, это нравственно. Что говорит закон, это хорошо, это правильно. А сейчас даже изменено понятие лекарственного вещества. Мы думаем, что мы знаем, что такое лекарство. На самом деле, закон говорит о том, что лекарство, это средство, которое, я не помню точную формулировку, но примерно звучит так, что это средство для лечения, профилактики заболеваний и предотвращения, прерывания беременности. То есть, сейчас наше законодательство практически официально считает, что беременность – это болезнь. И для ее лечения мы используем лекарства. Хотя, эти средства являются ядами. Я могу это доказать. Ведь что такое яд? Я не знаю, может быть, сейчас тоже изменилось понятие яда, но яд – это вещество, вводимое в организм в небольшой дозе, которое вызывает смерть, болезнь или патологическое состояние. А что такое патологическое состояние? Бесплодие – искусственно вызванное химическое бесплодие. Патологическое состояние. То есть, гормональная контрацепция и абортивные средства являются ядами по определению, которые принимаются для достижения токсического эффекта, для нарушения функции организма. И, конечно, это приводит к отрицательным последствиям. И, знаете, у нас многие люди находятся в таком, может быть, романтическом заблуждении под влиянием сказок Корнея Чуковского про доктора Айболита, что нам кажется, что врач, он должен помогать. На самом деле, сейчас, в наше время, когда мы приходим в лечебное учреждение, мы сталкиваемся не только с личностью врача, то есть, врач, конечно, это важно, его нравственная позиция, но мы часто сталкиваемся с системой. То есть, мы приходим в соприкосновение с системой. А она, к сожалению, настроена на контроль над рождаемостью, на сокращение рождаемости и на аборты. И вот это неведение, это заблуждение такое, оно, конечно, играет отрицательную роль, потому что доверие. Доверие. А нам предлагают яды. Причем не просто предлагают, а навязывают. То есть, создано целое фармацевтическое лобби, которое всеми силами внедряет и на как можно более раннем сроке вот эти гормональные средства. И идет выпивающая ложь. Просто чудовищная ложь. Чего только не говорят. Вот поэтому я и говорю, что он наступил как бы новый этап. Да. То первый этап для нас был это борьба с такими хирургическими абортами. И такая борьба проводилась и в Европе, и в Америке, ну и во всем мире, где можно было вообще оповестить население о том, что это такое, потому что ну было принято это вообще отрицать. Как убийство там. Но и до сих пор всякие феминистические глупости по этому поводу говорят, что женщина имеет право распоряжаться своим телом. Ну, во-первых, церковь не разрешает распоряжаться своим телом, потому что всякое оскопление оно приводит вообще к отлучению от церкви. Самооскопление. А тут вообще чужое тело. Другой совершенно человек. Никак его нельзя рассматривать как свой тело. Да, потому что если бы это было частью тела, тогда что же у женщины две головы, две печени, четыре почки. Да нет, ну это вообще просто какая-то такая ну часто повторяемая глупость. к сожалению, законы пропаганды, они так и действуют. Что-то повторяют, повторяют, много раз и получается Орвиловская такая ситуация. Да, меня удивляет. Знаете, вот сейчас я в новостях прочитал, что наше правительство замутилось списком Магнитского. А те же самые фактически агенты из Лондона, из Амстердама, из других стран открыто приходят в наши женские консультации роддома. Создают целое лобби по продвижению средств самоуничтожения народа. И даже в Польше, вот казалось бы, в Польше, в Венгрии страны, где закон защищает жизнь нерожденных детей. То есть, жизнь поляка защищена с момента зачатия до естественной смерти. В Венгрии немножко по-другому. То есть, декларативно чисто аборты разрешены. Но там тоже ничего не могут сделать с химическими абортами. В аптеках доступно, а если можно купить через интернет, то остается одна возможность. Только влиять на сознание. Да. Ну вот может быть опять вернуться к тому, чтобы проводить беседы со школьниками? Они проводятся беседы со школьниками? Ну вот в как можно большем масштабе. Это по-моему наиболее эффективно. Чтобы они сами понимали, что к чему. Да, конечно. Хотя сами понимаете, что сколько школьник проводит времени за телевизором, и за просматриванием сайта в интернете? И сколько он времени проводит с родителями? Меньше в школе? Нет, но все-таки если будет хотя бы через интернет такая просветительская, постоянно действующая информационная программа, то я думаю, это все-таки станет достоянием, но особенно если использовать какие-то такие вещи, которые привлекательны для молодежи. Потому что это все-таки их больше затрагивает не нас, стариков. Ведь страшно еще то, что рекламная кампания гормонов, это даже не гормоны, это гормоноподобные синтетические вещества, которые никогда не встречаются в природе. Оно направлено на несовершеннолетних девушек. Им начинают говорить, что якобы это профилактика рака, это неправда, это ложь, якобы это помогает от подростковых прыщей. Ну, а где можно услышать вот эту пропаганду этих вещей? Очень большие деньги вкладываются в пропаганду. Да, ну, а где? Где вот юная леди 15 лет может об этом услышать? В журналах. В журналах, так. в интернете, на молодежных сайтах, в женской консультации, при визите врача, гинеколога. А врачу мы инстинктивно доверяем. Это я понимаю. Такая очень большая проблема есть. И тут не только доктор Аболит. На протяжении десятилетий образ врача в нашем кинематографе он решался исключительно положительно. Я сам был подвержен этому в большой степени, пока вот Бог не свел меня с Валерием Ивановичем Шумаковым. Когда я у него спросил, что как смерть мозга бывают ошибки, он сказал в 11 процентах случаях. То есть расчленяют на органы каждого десятого живого человека. И это не проблема? для Валерия Ивановича это не проблема. А как с гормонами? В инструкции пишут повышает свертываемость крови. Что думает 14-летняя девочка повышает свертываемость крови? Что она думает? А это смерть. Это тромбоэмболия и девушка может в 15 лет умереть от тромбоэмболии. От того, что она принимала гормональные контрацептивные таблетки. То есть образуется тромба и просто человек умирает. Конечно не все не всегда но есть реальный случай это доказано а у нас конечно это не пройдет никто никогда не докажет но есть случай то есть как доказать можно но чтобы это прошло через процедуру доведения до судебного процесса у нас это невозможно до западе такие случаи есть есть фамилии есть фотографии людей молодых девушек которые принимали гормональные контрацептивы и умерли от нет с одной стороны я тоже замечал с одной стороны как-то считается что но мы обезьяничаем все с запада а с другой стороны есть огромные такие сектора общественной жизни западной которые у нас вообще совершенно неизвестны не звучат и более того мы продолжаем действовать так в русле тех идей которые там уже давно отжили это постоянно с этим сталкиваются вот а я хотел еще спросить тебя может быть есть еще какие-то угрозы помимо химических абортов и вот этой гормональной контрацепции которые вот целенаправленно уничтожение нас которые о которых вообще неплохо оповестить понимаете ли вы же прекрасно прекрасно знаете что очень большие деньги вкладываются в контроль над рождаемостью причем деньги такие которые во много раз превосходят доходы от продажи этих ядов средства которые вкладываются в контроль над рождаемостью эти средства сопоставимы с военными расходами это очень в этом участвуют Билл Гейтс и многие другие добрые люди и практически открыто эти организации говорят что для достижения их целей нужно изменение сознания человека да конечно то есть так изменить сознание людей чтобы они просто не хотели иметь детей чтобы разрушить семейные ценности разрушить вот такое естественное природное такое нормальное желание оставить после себя потомство ну ты знаешь мне кажется что это ну как-то на 80% уже достигнут потому что если русская женщина сто лет назад в среднем имела семь детей то современная женщина и одного редко двоих в среднем поэтому вот даже такое отношение если у молодых спрашивают сколько кто хочет детей ну одного ну двоих конечно встречаются так сказать такие женщины которые хотели бы иметь и больше но все-таки их число мало это уже изменение сознания хотя хотя вот мне рассказывали сами не видел но и по-немецки не читаю что на неких домах в германии что сдается квартира семьи без детей сейчас даже гостиницы появились гостиницы где запрещено пребывание детей но это скорее всего все-таки форма пропаганды сейчас как бы искусственно искусственно культивируется такая субкультура child free якобы существует такое доверение на самом деле используют определенные механизмы социального инжиниринга если можно так выразиться манипуляции созданием чтобы изменить сознание в пользу отказа от детей вообще дети не нужны и конечно тогда мы наши природные ресурсы половину арктики наши земли наши ресурсы землю мы конечно оставляем в наследство кому-то еще есть такое присловие которое мы постоянно слышим цивилизованное общество и цивилизованное государство в других цивилизованных государств которые ставятся в пример вот где вот существует уже такое мощное движение против гомофобии чтобы люди так сказать не боялись этого начиная с детского сада пропаганда и вообще очень много таких вещей ну у нас например это настроенность общества это изо всех щелей на так называемый гражданский брак который в общем и не предполагает детей то что цель этого брака как раз именно только реализация своей такой функции которую когда-то люди использовали для продолжения рода превращение исключительно в продукт сладострасти соединения двух полов а уж никак не создание такой полноценной семьи потому что полноценная семья она предполагает ну какую-то базу дом имущество собственность наследство наследник наследники очень такая серьезная вещь а тут нет что-то такое недолговечное временное рыхлое и в результате человек теряет вообще семью а вместе с ней вообще земное счастье у него остается ну только работа или какое-то хобби друзья очень такие поверхностные он бедный человек он просто остается потерянным никому не нужным кстати кстати такая ситуация вызывает к жизни проблему одиноких стариков и тут же эти страны которые наиболее продвинутые по части то что вы сказали цивилизации где уже семья почти полностью разрушена они тут же предлагают и решение проблемы одиноких стариков ну да я называю это формой планирования семьи то есть есть планирование семьи аборты а есть планирование семьи эвтаназии и вот да недаром и вообще вот в средствах массовой информации время от времени вспыхивает такая волна вот значит по второму кругу обсуждать вдруг эвтаназия на одном канале на втором на третьем хотя уже все сказано про это что общество против но все время как бы мониторинг такой может быть сдвигается ну действительно есть одинокий старик есть ему скучно вот я сегодня прежде чем с тобой повидаться была одна женщина она в очень тяжелых условиях живет так сказать в семейных вот и ну она когда-то даже под поезд попала и в связи с этим имеет очень серьезные проблемы со здоровьем и вот говорит ей уже трудно жить но тем не менее у нее в голову не приходит что покончить с собой а если в обществе будет это разлито что ну это как бы естественный конец сначала если каким-то образом ты тебе удалось обойти угрозу аборта потом ты как-то ну как в шее или собачку завел себе ребенка а может просто купил у суррогатной матери вот потом ты живешь один с ребенком тебя мало что связывает и в конечном итоге ты уже старик и остается тебе только вот опять же химическим путем отправиться на тот свет вообще замечательная человеческая жизнь а самое интересное есть такая поговорка и методика нахождения ответа на многие вопросы к випродость кому выгодно я как-то считал ну и не ручаясь точно за цифры но у нас в стране если старика убить на 10 лет раньше то это приводит к экономии в пенсионном фонде порядка миллиона рублей нет ну это само собой понятно то есть это за этим стоят очень большие деньги за эвтаназию и у нас смерть человека в день так сказать когда ему должно назначить пенсию это вообще для государства самая такая идеальная ситуация а так как вот ну пропаганда какой-то заботы это превратилось уже но в полной демагогию то вот недаром собственно народ он как-то перестал доверять вообще государству потому что если посмотреть чем кормят чем поют как что за лекарства и как наркотики продают в аптеках и вообще на действия тех людей которые должны бы тебя охранять то есть получается что ну вот как многие иностранцы говорят та система когда каждый за себя она постепенно уже в большой степени проникает и к нам и вот нам надо конечно тоже к этому относиться трезво спокойно и учиться жить просто в новых условиях потому что вряд ли мы что-то сможем изменить и вот дело в том что ну очень как-то жаль что человечество целиком ну в разных аспектах вот в семейном в медицинском еще в каком-то оно ну собственно так далеко уходит вообще от христианских принципов даже не только от христианских а просто от каких-то человеческих ну просто животных потому что ну хотя бы но ведь каждое живое существо вот я тут был в деревне посещал вот на Успене приход наш Успенский праздник был престольный праздник и вот я приехал чуть пораньше для того чтобы так сказать покататься на лошади но вот едешь по полю он весь зарос борщевником ядовитый такое растение борщевник он старается распространиться везде он старается заполнить вот эти поля где раньше там рожь, пшеница, ячмень в какое-то время кукуруза росла сейчас борщевник он хочет жить подарок советской власти борщевника он хочет заполнить все я не могу представить себе крыс которые стали бы друг друга уничтожать крысы сами изготавливали бы яды нет они хотят все заполнить их как-то сократить могут только люди яды и еще голод вот любое даже растение не принято считать разумными существами но у них инстинкт а у людей самоуничтожение да поэтому и говорят что для достижения цели контроля над рождаемостью для того чтобы нацию привести к вымиранию к самоуничтожению нужно изменить ее сознание и вот мне кажется что недовольны все-таки недовольны эти манипуляторы тем что мы слишком медленно вымираем и у нас есть прослойка многодетные семьи есть люди которые ходят в церковь и конечно это вызывает ненависть беснование но тем не менее мы вымираем и кстати русские вымирают не быстрее других народов есть еще хуже просто за счет того что высокая продолжительность жизни когда люди живут до 80 до 90 лет в некоторых странах за счет хорошей медицины то иллюзия ну это демографический ликбез чисто статистически что они медленнее вымирают на самом деле есть страны где еще хуже чем в России ситуация но в России кстати я считал один раз я не гарантирую что мои подсчеты точны потому что исходные данные я в них не уверен полностью но я считал среднюю продолжительность жизни в России с учетом абортов то есть начало жизни с момента зачатия и кто-то доживает одну неделю кто-то две недели кто-то доживает до аборта 22 недели кто-то рождается кто-то так вот средний возраст средний возраст жизни россиянина у меня получилось 12 лет шокирующая цифра может быть ее можно как-то скорректировать в ту или иную сторону но примерно порядок порядок вот такой ну да то есть цивилизация практически ничего не сделала вместо того чтобы то потому что цивилизация всегда кичилась тем что продолжительность жизни увеличилась вот в средние века там умирали рано младенцы и поэтому но это же цифра еще хуже только получается так продолжительность жизни только за счет недобросовестной манипуляции цифрами получается так даже даже если посчитать вот шансы для ребенка зачатого ребенка в каком-то мегаполисе вот здесь в Москве со всей медициной со скорой помощью с водопроводом санэпидстанциями и в Афганистане или где-то в джунглях Америки то там получится что дети находятся в лучших условиях потому что им хотя бы дают выжить там конечно естественно элементарно как-то стараются они умирают от естественных причин но не большинство уже ну понятное дело что те люди потому что это не гуманоиды которые летают на летающей посуде это все сочиняют значит ну понятно что ну вот Россия она вот сопротивляется тому чтобы уничтожить Сирию от нее какие-то вот импульсы неприятные все-таки исходят для цивилизованного человечества ну понятно воевать вот сейчас мы вспомнили Наполеона это как-то тоже очень большие риски вот тем более война следующая такая глобальная она может быть только с применением ядерного оружия другой как-то даже трудности предположить потому что людского ресурса уже нет когда можно миллионы людей кидать так сказать в бой просто на смерть поэтому так эта задача понятна понятна тоже и торопливость мне тоже понятно потому что но только в менталитете китайцев они могут ставить себе задачи на 100 200 500 тысяч лет а те люди которые вообще этим занимаются они хотят увидеть плоды своих так сказать трудов поэтому они как бы так спешат поэтому по всем фронтам и не собственно не оставляют вообще в покое но с другой стороны вот однажды мне пришла такая мысль не так давно вот есть какие-нибудь паразиты которые живут в теле человека и конечная цель в итоге что они выделяют всякие вредные вещества это убить этот организм хотя они им питаются вы знаете но вместе со смертью организма они что же погибают вы знаете я должен внести поправку одну пожалуйста а не в том что если вы откроете учебники по учебники по биологии то видите что наиболее сложные циклы размножения вообще формы размножения их вот эти личинки яйца там и так далее периоды жизни именно у паразитов и знаете почему необычайно сложно это только студенты отличники знают все и всяк как размножаются паразиты необычайно сложные схемы через промежуточных хозяев через собаку кошку там через одного другого почему для того чтобы не убить хозяина то есть если паразиты будут размножаться бесконтрольно размножаются они естественно естественно очень быстро то они быстро убьют своего хозяина и сами погибли поэтому их задача не всегда убить а распространиться как можно больше как можно шире через промежуточных хозяев конечная же история все равно будет смерть они погибнут вместе с хозяином и вот мнение не совсем понятно вот неужели те люди которые занимаются таким глобальным проектом не понимают что это их тоже уничтожит если взять вот эту модель или есть из этого какой-то вообще выход или просто вот ну такая сатанинская задача как врага человека просто уничтожить самого человека и это собственно высшая сладость вообще-то это похоже на форму сатанизма вот так вот по поставленным задачам но я должен сказать что это интересная интересная вещь мы очень часто говорим что Англия нам вредит Англия вкладывает деньги в сокращение там рождаемости в России и в некоторых других странах но что интересно что эти же организации и уничтожают и свой же собственный народ и американцев и англичан и точно так же делают аборты и насаждают контроль над рождаемостью в Великобритании еще с большей жестокостью чем у нас да вот то-то и абсолютно непонятно вот в коне в сухом остатке что вообще хотят вот интересно бы так сказать найти этого человека ну хотя бы одного из них и чтобы ну вот я бы даже согласен был бы вообще промолчать ну просто узнать а вот ну конечная цель или просто вот как там в фильмах ужаса появляется какой-то такой маньяк который ну просто хочет всех уничтожить как время от времени вот сейчас в Америке так появляются такие стрелки вот он убивает 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 потом последний патрон себя ну а Гитлер один из главных идеологов контроля надрождаемости ну Гитлер все-таки я думаю что он не мечтал себя уничтожить это он был вынужден это все-таки вынужденная мера но я допускаю что может быть такое существо которое вот ну вот хочет всех уничтожить и себя вместе с ними во что бы то ни стало и вот это для него высшее удовольствие потому что ну в итоге-то ну даже если человек садист или мазохист ну для него все равно цель-то должно получение удовольствия ну вот посмотрите на жизнеописание Маргарет Зангер основательница я вообще читал федерации планирования семьи это же женщина-маньяка она какая-то бесноватая и и тем не менее человек с явными отклонениями тем не менее у нас в России существует десятки филиалов организации которые она создала и они не просто существуют они влияют на демографическую ситуацию в нашей стране да нет то и дело многие идеи которые артикулировались Гитлером они как бы живут и действуют там его идеи о том что в каждой деревне русской должна быть своя секта там например это очень этому дан ну совершенно полный карт-бланш вот поэтому вот появляется такая мысль что то что сейчас именуется цивилизацией это на самом деле такая антицивилизация цивилизация в кавычках и вот конечно вот ну как бы додумывать до конца это довольно трудно потому что нужно перевалить очень много информации и вот сделать один такой ну как бы единственный вывод а для большинства людей дается какие-то вот такие ну как бы демагогические лозунги которые при частом повторении они заменяют собой истину то есть теперь просто вместо каких-то богооткровенных истин на их место выступает нечто что является просто таким лживым лозунгом получается вместо истины много раз повторенная ложь и вот на таких вещах когда ну казалось бы явно причем очень так ну беспощадно и нелогично с точки зрения здравого смысла как раз вот это все очень и проступает в общем мы приехали на эту землю из небытия в очень такое странное вообще время какой-то такой чудовищный абсурд и причем на этой почве еще возникают какие-то вообще битвы обмен мнениями какие-то споры какая-то непримиримость и в общем какое-то вообще отсутствие перспективы то есть вот я например совершенно не проглядываю возможность ну какого-то радикального поворота к чему-то настоящему то есть создается впечатление что надо просто постараться это все пережить и подготовиться вообще к вечности вот что-то как-то изменить потому что когда пытаешься что-то об этом хотя бы поговорить люди которые считают как-то иначе они просто это объявляют бредом и все без всяких аргументов отец Дмитрия может быть может быть нашей стране нужно пережить через какой-то очень сложный и какой-то необычайно ответственный период вот как был вспоминая опять 812 год полмиллиона армия по воспоминаниям очевидцев когда французы вошли скажем даже не французы а объединенные европы когда они перешли границу что местный епископ тамошний он был просто подавлен видом такой армии и перешел на их сторону знаете да там была такая история и потом всю жизнь в покаянии провел в каком-то затворе но это было страшное зрелище вот и никто не мог подумать что мы это всю машину перемелем и останется толпа бегущих просто оборванцев у нас такое ощущение что война кончилась сегодня утром в таком в такой ситуации вообще и много городов я спросил не говорю и и так далее и так далее знаете отец я думаю что поэтому вот когда ну да может быть этот период но если для этого времени есть было какое-то гарантийное письмо от того человека который затевает вот эти глобальные проекты которые уже бы рассказал вообще что он хочет мы так только пытаемся угадать потому что всегда такой вопрос зачем зачем билл гейтсу сокращать население будет меньше покупать его продукции я тоже не понятно огромные деньги вкладывают хорошо но зачем человеку который миллиард допустим есть денег да зачем 100 миллиардов что это вообще меняет в его жизни он что создаст какие-то новые продукты питания или новые ткани для своих костюмов он все равно будет ездить на тех же мерседесов или там какие-то майбахи там что что можно изменить самолеты те же что простой миллионер на таком самолете летает то и миллиардер ну вместо кожи свиной для кресел но может из там из шиншилла сделать чехлы для что можно найти деньги тоже непонятно там и так далее но ведь то что то что мы наблюдаем в россии на самом деле и во всем мире существует то есть например сокращение сельского населения сокращение рождаемости в том же китае ведь с небольшим отставанием от нас но тоже идет сокращение населения то есть перелом на чём до дедной семье то есть через 50 лет китай столкнется с такой же депопуляцией депопуляцией как россия не говоря уже о странах запада но это 50 лет а у нас то есть 50 лет вот по твоему ощущению меня как бы да это беспокоит так как теоретически хотя хотя неплохо бы еще 50 лет прожить вот но вряд ли это уже получится это сложная задача но наверное на нее нет ответа ну вот видишь мы такие всякие вопросы друг другу задаешь а ответов нет и вот конечно в связи вот опять вернусь к такому слову как современные вызовы так вообще-то по идее церковь должна на эти вызовы иметь ответ для чего чтобы своей пастве предложить ответ на это вызов потому что я например ну как-то в той или иной форме слышу вот от своей паства вопрошания такие понятно бог он не изменен бог все тот же в нем нет ни тени перемен но все таки надо тоже думать о том как предложить вот проекцию ну вечного слова божия на нашу современную жизнь не в каких-то только каких-то частных моментов но вот это вот допустим ведь современная жизнь она ведь так устроена что каждая многодетная семья и тебе это не мне тебе объяснять она же просто совершает подвиг вот там птицы вьют гнезда вот там же в деревне я видел там семья аистов у нас живет много времени это удивительно я больше нигде в московской области аистов не встречал но вот у них как-то просто аистов вот они прилетели они отложили яйца вот на этой водокачке у них огромное уже гнездо так сказать можно сказать трехэтажный особняк они себе построили вот и они как-то вот это решают хотя тоже на них нападение там какой-то пьяный человек просто убил аиста там в гнезде из ружья понимаете им больше делать нечего вот но они все равно на следующий год прилетели вот и даже доставали это убит аиста из гнезда чтобы он так сказать но не смогли дальше там жить и какие-то такие у них у аистов тоже трагедии но все-таки у них все понятно у нас у людей таких разумных которые все в космос как-то даже пытаются подальше подальше проникнуть какой-то вот такой разумности нету но вот если взять например наш приход посмотрите если его рассматривать как отдельную систему то проблема абортов у нас не больше чем в российской империи времена запретов я думаю да я так как бы не слышал вымирание демографический кризис у нас по-моему тоже нашему приходу не грозит потому что у нас все-таки многодетных семей больше чем где бы то ни было и у нас положительный прирост рождаемости у нас все показатели по которым просто бьют тревогу у нас все лучше в рамках прихода это в общем-то ну да администрация президента на базе наших приходов проводила такой исследование и там очень вообще хороший такой результат получился ну опять же все-таки наша приходская жизнь это все-таки вещь уникальная для всей страны в целом и мы собственно пока не видим чтобы ну как-то принимающие решения хотя бы в нашей стране ну хоть была какая-то попытка это распространить но во всяком случае отец Максим мы уже наша передача подходит к концу вот ну по крайней мере мы можем об этом молиться потому потому что ну вот как древние говорили когда вот будут наступать последние времена христиане они будут как-то собираться вместе в какие-то группы и вот благодаря тому что будут друг другу помогать друг друга любить вместе молиться они смогут преодолеть негативные явления ну а лучше сказать самоубийственные которые на самом деле мы можем увидеть в народе в обществе в государстве в мире потому что вот другой путь вообще как-то не проглядывается церковь еще в большей степени начинает походить на ту лодку вот на тот ковчег который Ной построил для того чтобы спасти людей и животных от тех стихий которые вот мечтают поглотить бедное человечество что-то из нашего опыта позитивного опыта нашего прихода то что мы начинали делать сами где-то вслепую сейчас принимается даже становится стандартом и я думаю что может быть со временем мы придем к созданию даже синодального отдела по делам семьи или какой-то общей церковной структуры которая будет этим заниматься да вот это наиболее радует то есть вот получается так если все зависит ну как бы от того настроения и от того взгляда каким человек смотрит что с одной стороны все довольно трудно а с другой стороны открываются перспективы ну вот давай на этой пока мы не съехали с этой оптимистической ноты попрощаемся спасибо всего доброго до свидания спасибо за ваше внимание мы его тоже ощущали всего доброго до свидания до встречи много до встречи до встречи месяц